Россия сегодня продолжает свое путешествие, свой такой гастрольный поэтический тур уже по России современной. Вот для Игоря это восьмой город, для Саши шестой наши сегодняшние гости. Это Игорь Голов, поэт, редактор всероссийского литературно-публицистического молодежного журнала «Веретено» и Александр Лошкалев, поэт из Липецка. Чуть подробнее о наших гостях я обязательно еще расскажу, представлю их. Безусловно, это совершенно разные политические манеры, совершенно разные молодые голоса, очень неравнодушные, очень неживые, вы, думаю, это сегодня услышите. И мы будем рады, если сегодня вечер встречи состоится именно как диалог. Мы будем рады любым вопросам, потому что Игорь и Александр хорошо знают современный литературный процесс, тесно связанный с многими современными поэтами, как мастерами, так и молодыми авторами. Я думаю, что на многие вопросы о современной литературе они тоже смогут сегодня вам ответить. Ну а начать наш сегодняшний вечер мне хотелось бы с приветственного слова заместителя директора Централизованной библиотечной системы Ольги Вадимовны Знобичьевой. Задайте в конце. В конце. Ну хорошо, тогда давайте мы дадим слово гостям, затем уже вот такая будет у нас благодарственная курсальная часть, наверное, это будет правильно. Ну что ж, тогда я передаю микрофон нашему дорогому калининградскому гостю Игорю Голубю, автору нескольких сборников стихотворений и недавно вышедшей книги-прозы, с названием, которое, безусловно, вселяет надежду, а в наши непростые времена названием «Жить». Игорь, пожалуйста, очень приятно снова выносить в Тамбов. Я выслушал? Нет, очень приятно снова выносить в Тамбов. В третий раз я здесь, в первый раз я был, мне посчастливилось быть на объездном секретариате Союза Писателей России. Приезжал с Николаем Петровичем в Агонус сюда. В второй раз я приезжал, собственно, в гости к замечательной Марии Знобичьевой, мы дружим, сотрудничаем, это великолепный литератор, талантливый. А в третий раз сегодня я специально выбирал Тамбов, то есть как, не знаю, как десерт, что ли, как завершающий город, потому что для меня этот город уже близкий по духу, если, допустим, я начинал с Челябинской и Уфы, да, вот по Уралу ездил, потому что я никогда там не был, и для меня это было какое-то открытие, наверное, все-таки, в большей степени, то Тамбов это вот что-то такое уже спокойное, родное, и поэтому, наверное, хочется именно им закончить, она вот в ритм сердца бьется. Ну что, перейду к стихам, я думаю, это будет все-таки более органично. Я начну, естественно, со стихов, связанных с моей родной землей, с Прибалтикой. В Калининградской области Балтийское море, естественно, это неразрывно связанные вещи. Очень многие ребята, которых я зову в Калининград, говорят, что Балтийское море очень холодное, Некоторые купались в 7 градусов в 6, и так далее, и тому подобное. Мы, как люди балтийские, привыкли купаться при пиве в 16, и это считается уже тепло. Но это то море, которое греет вне зависимости от температуры, оно немножко другое, и за что я его люблю, оно настоящее, оно никогда не врет. Ночь приморского городка, в раннем августе коротка, И парик черепичных крыш, хоть и скошен, но так же рыжий. И о чем-то поет волна возле серого волуна, И пустое кафе при бой все скучает по нам с тобой. Только море. А за спиной, отсрежший бетон стеной, Мне кажется, бирюза заполняет мои глаза. Я грущу, если с морем врозь. Море видит меня насквозь, Я когда-нибудь с ним сольюсь. Вот такой у нас с ним союз. Еще одно стихотворение, связанное с Калининградом. Калининград — это город на семи ветрах. Ветер — это такая вот стихия неотъемлемо, связанная с Калининградом. Лично для меня это лучший источник вдохновения. Я обычно никогда не чажу дома, когда сильный ветер. У меня жена тоже боится, но она боится ветра сильного. А я, наоборот, стараюсь только погодой гулять. И это приносит, в общем, такие, скажем, весомые результаты, с точки зрения творчества. Называю это стихия «Ветер тысяча один». В принципе, тысяча первой. Почему-то мне захотелось, чтобы он был не таким. Тысяча первая штормовое. Ветер с похмелья танцует. Твист вдруг, выливает что-то живое. Свист. Выйдешь из дома и с ветром воешь. Ветер в каждую клетку вшит. Я в этом хаосе злом всего лишь. Пшик. Улица, как небольшая речка. Если на форде в нее нырнует где-то полметра, и будет встречка. Жуть. Господи. Делай из нас ламинарию в лужи бездонный уложив. Пока ты свистишь, я точно знаю, что жив. АПЛОДИСМЕНТЫ Это стихотворение о людях, которые безвозвратно уходят из нашей жизни, разумеется, уходят не в прошли, а уходят, потому что, наверное, дали нам все, что могли. Возможно, и мы тоже дали нам все, что могли. И когда ты молод, когда ты юн, тебе кажется, что тебе хочется еще, в общем. Вот. И в какой-то момент ты разливаешь и понимаешь, что все идет своим путем. Уходящих не надо держать. И считать виноватыми тоже. Люди любят нас в лужи сажать, и мы лезем, и лезем из кожи. Среди глупых, банальных утех, по закону бессмысленной моды мы всегда выбираем не тех, кто счастливыми сделает нас мобой. Наших близких ряды и середей мы беспомощно давим на жалость. Как же много родных нам людей по сердцам, по чужим разбежалось. Только память в ночной темноте, словно старую книгу нас треплет. От того и дороже нам те, кто нас терпит. Калиградская область – это гигантская братская могила. Она просто неимоверных размеров. По сути, все, почему я хожу каждый день – это огромная братская могила. Кто-то разделяет этих людей на русских, немцев, кто как смотрит. Кто-то находит скелеты времен наполеоновских войн, кого-то он только не лежит в этой земле. Но на самом деле для меня братская могила – это не какой-то памятник. У нас их огромное количество. Мы ездим постоянно, берем там мусор, каждый раз приезжаем в мусор. Столько же вот эта вот культура, она, к сожалению, на 9 мая возникает, и 10 мая она уже исчезает, как будто этого всего и не было. Для меня это очень болезненная тема, и я не мог не написать стихотворение на эту тему. Она так и называется «Братские могилы». Это то, что в нашем сердце, то, что можно найти в каждом лесу русском, до самого Сталинграда, и то, что никогда не уйдет из твоего сердца, пока ты живой. Пока ты помнишь эту войну, у меня дед боевал и с немцами, и с японцами. Вот это, конечно, тема такая, это очень живая тема, она не меняется когда-то. Лес стонал, лес скрипел, лес плакал, и березы бросались ватанг, словно в озере красного лака. Ковырялись бойцы кое-как, затихали свинцовые крики над полями, над травами, над яркой росыпью земляники. А бог лил в муравейник безликий всепрощающий лимонад. В жутком стрекоте пулемета, в жарком бешенстве штык ножей захлебнулась нелепа пехота, и лежит окрывавленный кто-то на ковре из поломанных шеи. Слишком поздно кому-то молиться, чтобы время назад отмотать, будет лес в темноте пепелиться, эти рвные белые лица не узнает теперь даже мать. Ночь укроет тела берестою. Сколько б каждый здесь крови не лил, жизнь на смерти никто не построит. Оттого и задуматься стоит вам, стоящим у братских мать. У каждого своя молитва. Моя молитва вот такая. У меня был очень долгий путь к Богу. Господи, слово неверное, ластиком белым сотри. Ты меня любишь, наверное? Три. Не захлебнуться ошибками я был способен едва, вот и мой опыт пришит ко мне. Два. Я становился заложником самых бесчувственных фраз, но не остался безбожником. Раз. Верить сумею, теперь ли я в кем-то придуманный рай? Господи, дай мне терпение. Дай. Это, я даже не знаю, стихотворение это или песня. Я, наверное, никогда не определюсь. У нас очень много старых храмов в Калининградской области. Все они, естественно, немецкие, что неудивительно. Но я родился в 84-м году на этой земле. Я смело говорю, что я на ней умру, потому что для меня немыслимо эту землю бросить. И для меня это мои храмы. Я вижу их с детства. Вот как я родился, как я себя помню, там 4-5 лет не было, может быть. Конец 80-х был. Первый раз, когда я видел эти храмы. Для меня это просто уникальное, красивое здание. И у нас есть проект такой, киркопоэзия. Я его, собственно, и организовал. Мы ездим по старым храмам, убираем там мусор, а потом читаем внутри стихи. Такой вот маленький, добрый от очищения, если ее можно так назвать. Прочитать что-то светлое, что-то небезразличное и убрать вот эту грязь оттуда. Иногда это бывает и 20, и 100 мешков по-разному. То есть иногда это тоже мудрецкая музыка такая, этот храм. Это такой вот крик в церкви. Я церковь, как церковь черти. Шпиль мой последний крик. Молодые черти пьют разведенный спирт. Крыши моей парик сбит. Бог, видимо, сбит. Я церковь, где-то под Монцерском. Или Москвой. Стою с облезшейся твоей. Срок и сяк мой. Дождь проливной. Следы испражнений. И мат трехэтажный. Со стен моих смой. Господи Боже. Слышишь, мой вой. Ветер стучит по моей черепице. Невидимой головой. Город совсем охмелев. Меня превращает в хлев. Хоть на денек забери у них штопор. Стены мои своим светом за штопой. И Бог, глядящий на мир из-за штор. Просто скажи мне. За что? Ветер стучит по моей черепице. Весь у нас такой поселок Большаково. Это самый большой поселок Канинговской области. И почему-то именно там, вот именно в этой части Канинговской области, самые страшные пожары происходят. Нас поджигают поля. И обычно именно вот там, в той части, в Славском районе нашем, самые страшные последствия доходят и до того, что люди загорают даже. Я уже не говорю про бесконечные фотографии, которые потом пестрят, как гревшие южики, лисички, это все уже как норма, к сожалению, становится. И я ехал как-то, это, собственно, по этой стихотворении есть, ехал к своей супруге, она, понимаете, еще в городе Советский, это из самых красивых старых городов нашей области. И прямо вот от дороги и до самого горизонта горела пуля. Это безумно страшно, если честно, и я до сих пор, вот я сейчас говорю, вот у меня эту картинку вспоминаю. Ну вот сейчас вы сами все слушайте в стихотворении. Горят поля, их жгут, лесок вдали, как птица, огонь, как желтый жгут, на шее черной птицы дым по траве стеля, от церкви до болота. Горят, горят поля, их поджигает кто-то. Попробуй, погаси сквозь дымную совесу, я еду на такси к пылающему лесу, я нос рукой зажал, я в злую вонь закован. Пожар, 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 пожар под дышком. И мы с тобой горим, и тлеют наши души, наш миллионный Рим, никто уже не тушит. А я, как неживой, несусь сквозь дым березой, домой, 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 и горблюсь над тобой, обукленной березой. Очень позитивное, прочитайте, хотя я вообще расчитал его в Воронеже, мне сказали, что он не очень позитивный, но на мой взгляд это одно из самых позитивных моих стихотворений. Написано моей любимой супруге, когда мы еще только познакомились. И я надеюсь, что у каждого из вас, либо уже случилась такая встреча, либо она еще вас ждет впереди, со своим человеком, тем самым человеком, в котором ты в хорошем смысле слова видишь себя. Не как свое отражение, а как свое продолжение, у которого ты можешь чему-то учиться. Одиночество, ваше высочество. Я не рвусь в коллективы и общество, но так хочется больше не морщиться, загибаясь от грусти на корточках одиночества. Ваше величество, светлых дней в этой жизни количества никому на планете не вычислить. И в мире чувства одно из тысяч не зачахнет, не обезличится. Одиночеству многие учатся, с ним порою приходится мучиться. Объими меня крепко, попучиться, пусть у нас с тобой все получится. Город, с которым мне не так уж и мало связано, я думаю, город, у многих людей вообще в нашей стране с ним связан, это, разумеется, Санкт-Петербург. Самый красивый город, далеко не самый близкий мне по духу. Неудивительно, что я и к этому бываю. Но, конечно, безумно красивый город, побывав, в котором трудно мне написать стихотворение. Вот и я тоже написал в свое время, это было день назад было. Я был один, мне было не с кем спуститься в шумное метро, Пока дырявил Питер нерзким мое продрогшее нутро. Я смотрел, осиротело на бесконечность синевы, И перекатывалось тело от Эрмитажа, ты не вы, И берли облака, как танки. И ветер их куда-то нес, пока я прятал у фонтанки, В ладони свой холодный нос. Во мне горит, как Нагасаки, Душа, привыкшая неметь, Пока за шарканый Исаки В глаза мне заливает медь. На свете нет другого места, Где ветер так колотит грудь. Но мне пора уже смекнуть, Зачем мне шпиль адмиралтейства Наверх указывать путь. Последние два стихотворения, Они тоже связаны, разумеется, С Калининганской областью. Я ездил за такой, не так как, Ворога Круг, что ли, вальники. Стихотворение называется «Мой двор». Я его читал как раз На том самом выездном скатриате, То есть оно уже второй раз звучит в томове. И интересно то, что я его написал О своем доме, в котором не было многие годы. Потому что мне было очень тяжело Возвращаться, я знал, что там творится. И совсем недавно я туда приехал И увидел именно то, что написал в стихотворении. Увидел практически отсутствующие старые дома, Огромное количество спиренных деревьев. Такое ощущение, что я приехал вообще В какой-то совершенно другой мир. Но дом это то, что всегда с тобой, И ты все равно это носишь под сердцем. Наверное, осталось только в моих стихотворениях. Теперь я могу вот так видеть. Мой двор. Во мне живут следы Твоей романтики сыровой. Ходил я в старые сады На территории дворовой, Там диких яблок, Строенный ряд травы, Зеленая клеенка. Поход во двор всегда обряд Для беспокойного ребенка. Таким и должен быть мой рай В конце отпущенного века. Цветущий сад, Большой сара, В окно стучащийся ветка. Но если у меня беда, И я как табуретка сломан, Я просто прихожу сюда, И пахнет яблоками снова. В рюкзак их можно накидать, Застыть в спиренном березе. Домой вернуться Никогда не поздно. Доследнее стихотворение Оно написано далеком 2005 году И в 2006 уже даже не вспомнишь Такое ощущение, Что это было лет 500 назад. Давно это все было. Но Талтийское море, Я уже говорил, Это то, без чего Я вообще не представляю Свою жизнь. Это такой вот организм, Живой организм настоящий, Который даже приезжаешь зимой, Там жуткая хладрыка, Ты все равно ходишь, Как хитарь собираешь. Если кто-то не был Калининградской области, Приезжайте, Я краевед, Написал этот книг По истории Калининградской области. То есть я всегда покажу, Расскажу и так далее. Это стоит видеть. Это очень необычная земля. И эта земля действительно российская. Как бы многие не считали, Что мы смотрим на Европу, У нас такие товарищи очень много. Очень много. Но мы очень хорошо помним, Что это часть России, И для нас это очень важно. Для тех людей, Которые считают себя русскими, конечно. Никто меня не отнимет. Нигде. И никогда Приливы твои, Отливы И злое дыхание льда. На землях чужих, За карты Еще не открытых никем. Оставлю твои закаты Сердце свое Насовсем. Земля превратится в пепел, Вода убежит в песок, Но где бы я в жизни не был, В крови твой соленый сок. Последний своей зимою, Брошенный и седой, Я душу свою омою Твоей ледяной водой. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Твоей ледяной поэзии, Потому что нам этого очень не хватает, Согласитесь, да? Слышать живые голоса, Живых поэтов наших современных. Их потрясающие, И читать, И увлекательные. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. И наш второй гость, Менее замечательный поэт, Александр Башкарев, Саша по образованию историк. Его стихи, Вы сейчас услышите, Они несколько иные, Но это тоже интереснейший монолог, Тоже безусловно, Нашего современника. С Липецком, Благодаря многим гостям, Которые у нас уже побывали, Светлане Николаевне Пешковой, Ксении Аксеновой, И многим другим авторам из Липецка. Там была тесная дружба, Мы здесь совсем рядом, И очень хорошо, Очень радует нас то, Что и писательские организации Двух этих городов дружат. Фестиваль Майи Румянцевой, Который начался в Тамбове, По инициативе, В том числе Юрия Альбертовича, Ищерякова, В этом году был продолжим На Липецкой земле, И мы надеемся, Что вот это Содружество, Такой именно творческой, Результативной, Какой-то интересной дружбы, Помогающей находить, В том числе и новые имена, Продолжится. Саша недавно стал лауреатом С Российской премии Имени Андрея Дементьева, У Александра три книги стихов, Безусловно, Не в количестве, Не смеяется, А дарование поэту, Я... А качество? А качество, да, Прекращаю говорить, И даю слово нашему гостю. Здравствуйте, Я на Тамбовщине, Несмотря на то, Что живу в Липецке, Да, казалось бы, рядом, Всего лишь второй раз, Первый раз мы приезжали С Игорем, С прекрасным еще автором, Липецким, Прозаиком, Поэтом Анной Харлановой, Вот буквально в августе 20-го года, Тоже выступали в Тамбове, Прекрасные остались впечатления, Безусловно, Я тогда сказал, Что это не последний приезд, И вот, Как видите, слово сдержан, Я надеюсь, Это будет действительно еще продолжаться, И дружба вот эта между городами, О которой Маша сказала, Безусловно, Также продолжится, Потому что, Коль скоро мы на карте Географически, да, Находимся рядом, Тем более, Что как-то разъединяться, Это даже грешно, В каком-то смысле, Я вам предложу стихи Из моей на данный момент Последней, Крайней, Кому как, Если есть суеверные люди, То крайней, наверное, да, Кому как удобнее книги На текущий момент, Называется она «Аккорды трамвайные», Издана она была В городе Оренбург, Осенью 2020 года, Так посчастливилось мне Попасть на Замещание, Театурное, Которое Организуют в этих краях, Называется она «Могрестли в России», Молодежная, До 35 лет, Авторы могут принимать там участие, И лучшим авторам, Которые признаются Жюри, Местным, Соответственно, Выпускают сборники, За их счет, То есть без каких-то авторских вложений, То есть полностью за счет именно Организаторов. Вот мне, наверное, Повезло, что Это случилось В моей жизни, И вот эта книга у меня теперь состоялась. Если вам понравится то, Что я делаю, То некоторое количество У меня этих книг с собой есть, Пожалуйста, Подходите, Подарю в удовольствие. Снег над дворами Кружит птицею, Собаки врешут до темна, А в слове будничном Провинция Горчит какая-то вина, Невыразимо Настоящая, Как будто боль Самой земли, И молча смотришь На блестящую Макушку Церковки вдали, Крестясь украдкой, Спотыкаешься, Привычно Напоминаешь мать, И объяснить себе Пытаешь, И слов Не можешь Подобрать. Коль скоро у нас на дворе Февраль, да, То, конечно, Нужно его Упомянуть обязательно, А то он обидится. Февральский Белый шум, Холодный снег, В котором Одинокий Человек Идет куда-то И картину Портит. Запорот кадр, Зачеркнуто Строка, Но улица Просторна И легка Летит со снегом И себя Не помнит. Сквозь белизну, Разлитую Кругом, Летит куда-то Город Целиком, Неся свои Заборы И заботы, А человек, Дошедший До угла, Пропал, Как жить, Которая была Темна И чужда Этому полету. Кто бывал В Липецке Еще Скажем В конце СССР В 90-е годы И сейчас Те помнят, Что этот город Когда-то Был просто Опутан Трамвайной сетью На трамвае Было проще Куда-либо Доехать Чем на автомобиле Сейчас ситуация Там кардинально Иная Сейчас наоборот Осталось Только два Полноценных Трамвайных Вашилта У нас Первый и пятый Они существуют Только потому Что Существуют Наволитский Комбинат Металлургический То есть Рабочих Возят Из города И с новых Районов В том числе Именно Завод Поэтому Почему для меня Это болезненно Потому что Трамвай По сути Это Такое Воспоминание Образ Что у меня Из детства Первое Большое Путешествие В моей жизни Оно Происходило Именно на трамвай То есть С одного берега Реки Воронеж Который Подтекает Делитого На две части С одного берега На другой То есть К бабушке В гости Мы с мамой Ездили Именно на трамвай Это Как-то у меня Отпечаталось В памяти И поэтому Я всегда Приезжая Даже в другие города Всегда стараюсь Видеть трамвай Как-то это Меня радует И детство Вспоминается И в этой связи Вот не так давно Тоже Переделось Стихотворение Пока еще Трамвай Живы Мне кажется И я Живу Не тощий Справка Из архива А наяву Стук Металлического Сердца Вновь Одурманивает Сном И катится Вагон По детству Каждый Я В окно Смотрю У мамы На коленях И жизнь Проста Как дважды Два А город Полум Удивления И волшебства Визит Я памятью Укроюсь Пробив По карточке Билет Туда Где самый Светлый Голос И только Свет Фонарный По глазам Разбужен Сойдут Бесснежьи Декабря Толкутся Несколько Пенчужек У фонаря Чего там Выбить Сделай Милость Какой-то Бред Про Новый Год Нет мелочи И детство Скрылось За поворот Бушующий Наш Ураган В стакане Граненом Не нов В России Везет Дурака В России Везут Дураков Тех Строить А этих Ломать Столетиями Водится Так И если Все прахом Опять И номер Конечно Дурак Примерую весну Как пальтишко С чужого плеча От тепла Поотвык Словно гость В своем Собственном Доме Сколько Солнца Сокрыто В привычных Давно мелочах Трех Творняк У пруда Покормить Согрубевшие Ладони На согретой Скамейке Присесть И Сколько Не жаль Отошедшей Зимы Это было Давно Весна Наклонившись Сорвать И в неловких Руках Утражать Небо Синюю Тиши Вы сейчас Идет Не бояться Под ногами К следующему стихотворению У меня там стоит Эпиграф Из Михаила Юрьевича Левна Одно из Поздних Его стихотворений «Ухожу Один я на дорогу» Я один Выхожу на дорогу Как в заученных Старых стихах Добрести от порога К порогу Надышаться Морозом В потьмах Где-то сгинули Сказки Я в счастье Заметает следы Бедный снег Я с людьми Ненавижу Кощаться Потому что Однажды Наверное В колоду Листьев Отрешом Тосует Осень В вагоне Муторный Сон Стучат Колеса Качаюсь И качусь Навстречу Рассветной Ржави По бесшабашной Бесконечной Родной Державе Где Черт забыл Вицы И сгинет И Бог Не встретит На полустанках Только ини И только ветер Кривые пьяные Домишки В попутных Селах И вечные Лени Как мальчишка Всегда Весел Я тоже Памятью Причасти К стране И нет А рельсы Прямо И без страста Уходят В небо Аплодисменты Стихотворение Тоже С трамвая Связанное Собственно Довало название Этой книги Какой-то Трамвайной Стихотворение Старое С 16-го года Но оно мне Дорого Оно мне тоже Нравится И вот я его Включил В сборниках Хотя необычный Стараюсь включать Почему-то новое То, что недавно Написано Но для этого Сделал исключение Кстати, есть Даже песни На эти Стихотворения В ВКонтакте Да, можно Найти Ее Соответственно Уже даже Легла на музыку Легли на музыку Вести Значит, они были Написаны не зря Сейчас вы Сами это Слушайте Возможно Вы с этим Согласитесь Запиши мне Корты трамвайные Лучше Подбирать их На слух Чтоб мелодия Будто случайно Появлялась Из воздуха Друг Что бы мог я Вовсю Чародействовать Удивляя Горластых Ворон Не дворовыми Хрипуни Песнями И не плачем Чужих Похорон А стихами Чья светлая Искренность Им кривляться И врать И вницу Опровергнет Банальную Истину Все на свете Сремится К концу Все на свете Когда-нибудь Кончится Бьет в мозгу Как полуночный Бред Только будет Трамвайная Звонница Будет небо И будет Россия И другой Кто-то встав Очарован В суету Городскую Линя Троп колес Будет слушать С волнов Будет кто-то Такой же Как я В следующем Встреча сфотворения Картинка Она очень актуальная Для нашей Особенно нашей Черноземной Земли Зимой осени Это порой Непонятно Что происходит У нас за окном По прогнозу Дожди Ни капли удачи Не размазать По небу Ее синеву Пусть синоптики Врут Пусть случится Иначе Но выходишь Во двор И опять Наяву Полузимний сезон Бесконечные лужи Как навязчивый Кашель Табачный С утра Досаждают Но знаешь Бывало и хуже Значит лучше Наступ Наступ Вчера Ну и постепенно Закрубляя Своё Выступление Три стихотворения Прочитаю Заключительно Бог любит Трою Сюда Этим Числом И будем Завершать Окрестность Растворяется В дожде И мокрый лай Собачий Над кварталом Мотается По ветру Целый день Как много В этом осени Как мало Любви И жизни Ты меня Прости За то Что я отвержу Такие вещи Фонарный свет Полтается В гости У Господа И бестолково Лещ Выпивать Вечера Стаканами Устаканивать Если хочешь Да поздна Разговоры пьяные На общение Не нагрошь Через форточку Ветер с улиц Ощущение Дурни Везде Кот на стуле Зевает Щурится Лучше нет Никаких гостей Никого в раздрае Не виня Сам живешь Сам платишь Хоть ты тресни Я не жизнь Делами заполня Заполнял Историю Болезни Ничего не назову Плохим Будет день А значит Будет пища И плевать Что у меня Стихи Да скитали Чужим жилищем Не с тобой Жалостливо Так На меня Со вздохами Глядели Дескать В жизнь Никудин Ни черта Не жилец На свете В самом деле Мне сегодня Вспомнилось О том Витер тянет Холодом Пророчек Впереди Ждет Осень Желтый Дон Где душа Прописана Бессрочная Спасибо Спасибо Ваши дорогие гости Может быть Вопросы А потом Перейдем К официальным Благодарственным словам Может быть Вы хотели бы Что-то спросить Ну у меня вопрос К Игорь Как человек Убывавшим Во многих регионах Видишь Много молодых Поэтов Нам Библиотечным Специалистам Интересно Что из себя Представляют Сейчас Современно Молодая Поэзия Скажем так Во-первых Ишибиться Назвать то имя Которое Не совсем Уверен А что еще Гораздо хуже Забыть то имя Которое стоит Назвать однозначно Разумеется У меня очень много Авторов Которых Я хотел бы назвать Если Грубо говоря Ити с востока Это можно назвать И замечательную Елену Жамбалу Автор Из ВАУД К примеру Оксана Дорошкина Красноярска Еще один Замечательный Автор И вот так Можно идти По всей России В принципе Вплоть до Мурманска Вплоть до Смоленска Или Брянска И в каждом Городе Ну в каждом Втором Городе Скажем так Крупном Есть действительно Настоящие Яркие Молодые Авторы Которые По-настоящему Стоят Упоминание Даже Саша Лошкарев Налив Авторы Безусловно Один Из тех Авторов Которых Я всегда Выделяю В своем Журнале И это Своего рода Та же Показатель Объявного Уровня То есть В любой Журнал По сути Делаются Какой-то Командой Авторов То есть Есть человек Который Этим Руководит А есть люди Которые Формируют Объявленный Образ Современной Литературы И Вот и не Знают Как вот Листва На улице То есть Определенные Краски Какие-то И чем Талантливый Автор Тем Что-то С этим Связанное Вот Слева От меня Замечательный Автор Самых Любимых Авторов Это Чистая Правда И потому Что Я С Машей Дружу Потому Что Действительно Мне Очень Безки Ее Стихи Ирина Иваникова Великолепный Автор Пишущий Для Детей На мой Газ Самый Сильный Автор Пишущий Для Детей Но Разумеется Есть Авторы Скажем Так Которые Мне В какой-то Степени Не Слишком Близки Но Тем Не Менее Это Не Делают Слабыми Авторами Ни раз Совершенно И Это Очень Важно Кроме Того Есть Определенные Уклоны Например У меня Журнал Все Так С точки Звенения Фундамента Держится На Традиционной Литературе Есть Литература Либеральная Которая От Этого Не Становится Слабее Потому Что Есть Великолепные Авторы Которые В этом Направлении Работают И Это Тоже Стоит Учитывать Со Своей Стороны У меня Есть Ребенная Политика Сейчас К сожалению Именно Из-за Коронавируса Поэтому Нас Так Мало Смело Говорю Было Гораздо Больше Нас Приехало Изначально Идея За Полгода До Этого Это Все Продумывалось Я Хотел Чтобы Ехало Много Талантов Молодых Чтобы Это Было Какое Движение Я Вполне Себе Вижу Тамбов Городом Который Учитывая Географическое Блажение От Калининграда Которое Нужно Если Не Свою Зреть Делать Сигирскую Визу То Это Не Самый Лучший Город Для Объединения Людей Тамбов Находится В Центральной России И Вокруг Него Очень Много Центров Литературных Центров Которые Способны Дать Интересных Молодых Авторов Если Учитывая То Что У меня Со С каждым Из них Есть Серьезная Связь Если Все Как Собирается Постоянно Тамбов Вот Пожалуйста Есть Конкретные Идеи Это Может Очень Сильно Изменить Вектор Развития Тамбова Как Именно Молодого Литературного Центра И Это Даст Много Тамбовским Авторам Тамбовские Авторы Смогу Дать Свой Опыт Передать Молодым Авторам Других Регионов Это Даже Эмоциональный Обмен То есть Это Какое-то Развитие С точки Звения Эмоций На мой Взгляд Оно Даже Может Быть Гораздо Более Полезно Чем Развитие Автора Самого По Себе Потому Что Автор Сам По Себе Ну Так И Так Развивается А Вот Причастность К Общей Литературе То есть Литературе Всей Своей Страны Это Самое Важное Что Может Быть Возврат Литератора Ощущение Того Что Ты Как Звено В Какой-то Очень Важной Цепи Если Ты Выпадешь Из Цепи Ты Можешь Что-то Нарушить А Если Ты Будешь Хорошо Работать Сильно Работать Быть Ответ За Каждое Слово Ты Можешь Эту Цепь Усилить И Возможно Случиться Что-то Очень Большое В Калиграде У нас Не так Давно Собрать 10 Человек На Наступление Было Очень Тяжело То есть Это Была Просто Бывальная Пропасть Такая Я бы Парган Присо Услово У нас Очень Много Калиграда И Мерфомания И К сожалению Это Колька Говорит Но Это Правда И Люди Естественно Не Могут Не Чувствовать Они Престали Ходить И Стоило Очень Дорогого Пришлось Год Работать Чтобы Эту Ситуацию Изменить И Предлагать Людям Что-то Качественное Что-то Очень Душевное И Теперь Собрать 200-300 Человек Это Не Проблема И Вот Этот Момент Его Ведь Можно Наложить На Каждый Регион Без И Нет Регионов Которых Это Нельзя Сделать Люди Они Все Любят Что-то Видишь Как Совершенно Чужого Тебе Человека Что-то Очень Близкое Родное Что-то Переживал Любовь Которую Каждый Из нас Какой-то Мер Переживал Вспомнить Свои Детство Детство Всем Родом Из Детства Вспомнить Свою Дом У каждого Из нас Какой-то Мер И Дом Подобное То есть Мы Все На самом Деле В чем-то Похоже Если Автор Способен Родство Людей Объединение Людей Я Со Своей Стороны Считаю Что Это Самая Главная Моя Цель В жизни Объединять Людей Как бы Это Папусно Не Звучало Но Что-то Получается В Молодому Поэту Сделать Так Чтоб Его Услышали Ваш Собственный Путь Поэзии К тому Что Вас Стали Слушать И Слышать Как Действовать Человеку Который Понимает Что Вот Он Не Может Не Писать И Чувствовать Что Это Его Призвание И Хочется Признание В Ответ Мой Собственный Путь Поэзии В Это Все Спонтанно До 16 Наверное Вообще Не Помышлял Ни О Каком Писательстве Потом Почему Мне Пришло В голову Подростковый Максимализм Был Что Если Проходим В Школе Поэтов Почему Я Хуже Не А Почему Я Не Могу Это Делать Я Дополнение Начал Пытаться Отписать Ихну Что Очень Наивное Но У Меня Я Сразу Хочу Отметить Даже По Своему Опыту Общения Могу Сказать Что Не У Всех Начинающих Даже Молодых Авторов Это Есть У Наверное Мне Тоже Было Такая Критичность Что Отношение К Себе То Семь Понимал Что То Что Я Пишу Сейчас В 18 17 Это Ни В коем Случай Никому Показывать Нельзя Опозоришься Просто Опозоришься И Составишь О себе Такую Славу Как О малолетнем Графомане О малолетнем Графомане Составишь Себе Унение И Все И Потом От этого Не Семь Лет Писал Просто В стол То есть Никому Это Не Показывал И Вот Только После Того Как Уже Почувствовал Сам Какой Той Какой Той Работался Более Менее Приемлемый Начал Потихоньку Выходить В те же самые Библиотеки А Чтобы Развиваться Опять же Прежде Всего Нужно Много Читать Причем Читать Как Классику Так И Современных Авторов Возможно Причем Авторов Хороших Насколько Это Возможно Чтобы У каждого Что-то Брать Для Себя Да Даже Не Обязательно Хороших Авторов Можно У любого Автора Что-то Взять Что-то Полезное Для Себя Важно Именно С Умом Отходить К Этому Чем Больше Ты Начитан Чем Больше Словатный Запас И В стихах Твоих Отразиться И В тематическом Разнообразии И Вообще Проказывают Расшириться То есть Я даже могу Вспомнить Что Те стихи Которые Я писал Вначале Это Было Ужасно Что-то Красноязычное А потом У меня Начало Двигаться Более В разнообразном Стиле Поэтому Да Прежде всего Много Читать Во вторую Очередь Именно Такое Критическое В хорошем Смысле Критическое Отношение К себе То есть Не Звездиться Раньше Времени Корону Не надевать Ни в коем Случае Короне Не болеть Тоже В наше Время Это актуально Вот Просто Относиться К себе Объективно То есть Признавать Видеть Свои Ошибки Понимать Что Ты Не Гений Ни в коем Случае У меня Был такой Опыт Мне Было 20 Лет У нас Есть В Липецке Наверняка Вы слышали Литературную Жуну Петровский Мозг Вот Я Пошел К его Редактору Такой Весь окрыленный Ну Между Друзья Хвалили Вот Сейчас Так Меня Напечатают Посмотрел Мамочка Как Это Стихи Вот Почитайте Хороших Авторов А потом Приходите В тот Момент Это Для меня Конечно Как Лицом Об стол Было Но Я Очень Много Понял Для себя Что Наверное Вот Да Надо Как То Не Все Что Ты Пишешь Я Гениальным Они Все Не Восприним Поэтому После Этого Объективно К себе Относиться То есть Понимать Что У каждого Есть ошибки И эти ошибки Признавать И И Исправлять Разумеется И Общение Да Очень важна Среда То есть Нужно Общаться С теми Кто Сильнее Тебя По Уровню Объективно Сильнее И у них Так же Учиться То есть Уметь Слушать Других Опять же И Воспринимать Критику Я Честно Скажу Я Придерживаюсь Принципа Слушать Всех И Сделай По Своему Вот Но Слушать Тем Не Менее Надо То есть Не Значит Что Тебе Посоветовать Вот Так Вот Так Вот Делай Но Что То Умное Опять же Для себя Можно Безусловно Отовсю Поэтому Вот На этих Трех Китах Наверное Все Изиждется Вначале А В дальнейшем Если Действительно Есть Талант Если Есть Какое Творческое Зерно В этом То Безусловно Это Уже Будет Замечено Людьми Люди Воспримут И Будет Обратная Связь Какая Это Пойдет Всему Своё Время Не Надо Бежать Впереди Паровока Надо Постепенно К этому Двигаться Вот Это Все Придет Если Действительно Есть Талант Потому Что Я Считаю Есть Поэты А Есть Просто Люди Пишут И Поэзии Нельзя научить Именно Образ Мышления Образ Жизни Из Другого То Если Это В Тебе Есть То Это В Тебе И Как И Спасибо У меня Вопрос К Александру У вас Есть Сихотворение Там Такие Строчки Для Жизни Так Немного Надо Чтобы Кстати Эти Жизнь Пришлась А Что Вам Для Жизни Надо Что Нам Для Жизни Надо Да Вы Знаете Мне Лично Было Хорошо Чтобы Мои Близкие Были Счастливы Здоровы Вот Этого Мне Будет Абсолютно Достаточно На самом Деле Я Себе Это Думаю В меньшей Степени Как Так Повелось Я Вообще Минималист В этом Смысле Не гонюсь Ни за Богатствами Ни за Чем Понимать Что Рядом С тобой Есть Действительно Люди Которым Ты Нужен И Что У Этих Людей Все Хорошо И Что Ты Можешь Что Для Них Сделать Чтобы Им Было Хорошо Это Самое Главное Для Каждого Из Нас В той Ни Ни Степени Спасибо И Еще Умнейший Вопрос Я Знакома В Творчеству Мне Интересно Ваше Стихотворение Там Такие Строки Музыка Вечно Жаль Слово Не Появилось Еще Да И Мне Вот Вопрос Поэт Поэт Выражает Своё Отношение К Жизни Ни Музыкой А Вы Уверяете Что Музыка Вечна Но Слово Еще Не Появилось Как Понимать Слово Слов Много Но Все Они Знаете Как Песок Сквозь Пальцы И Уходят А Есть Слова Которые Застревают И Остаются Слово Слово Разница Есть Слово Сбольшую Букву Вначале Было Слово А Есть Слово Слово Да Поэтому Тут Эта Разница На самом Дальше Субъективно Во многом Я же На какую-то Истину В конечной Инстанции Не претендую Но И Ваше Мнение Да Это Мой Сбридак Что Я Считаю Что Да Во всяком случае То Что я Делаю То Что Многие Делают Судить Это Все Не Нам Это Судить Последующим Поколениям И Вот В данном Случа Я Себе Могу Сказать Да Что В данном Случае Слово Может Быть Даже Еще Не Появилось Может Главное Своё Слово Еще Не Сказал А Появится Оно Или Нет Это Уж Потом Может Над моей Могилой Кто Небудь Об Эм Спомян Знаете Я Сижу Слушаю Вас И Там Задавать Вопросы Как бы Надо А Знаете Ничего Не Хочется Спрашивать Абсолютно Потому Что Хочется Слушать Молодых Такое Общение Очень Приятно Спасибо Вам Большое За Встречу За Ваш Встречу На самом Деле Очень Рад Очень Рад Каждый По Своему Хорошему Я Уже Вы Ответ Да Мог Почитайте Тем Не Менее Настолько Хорошее Дело Которое Вы Делаете Даже Для Нас Казалось Библиотекарь И Узнать Что Есть Такая Молодежь Талантливая Которую Действительно Хочется Слушать У меня Еще Вопрос От Детель Кыгеря С С С С С С С С С Детель Все Ж В Мир Есть Любовь И Сам Главный Вирус А Почему Любовь Вирус Вирус Болеет Это Болеет Это Болеет Нет Это Именно Вирус Вирус Это Организм Какой-то Организм Который Внедряется В себя И Остается С С С С С С С Он Никогда Тебе Не Покидает Болеет Болеет Но На мой Вгляд Есть Разные Вирусы Какие Бактерии Они Совершенно Разные Так же И Любовь В Короком Слово Она Как будто Совершенствует Внутренний Мир Как Допустим Бактерия Формирует Внутреннюю Среду То Любовь Формирует Твою Среду Какую-то Не знаю Тонкую Среду Скажем Твою Внутреннюю И Заставляет Тебя Будь На самом деле Любовь Это Такая Штука Вот Допустим Я люблю Машу Сно Пищевую Она Для Мне Как Какая-то Сестра Буквально Спустя Слово Для Меня Это Человек Как Брат То Тоже Любовь Она Совершенно Другого Уровня И Так Должно Быть Но Любовь Не Обязательно Должна Переходить На уровень Физиологии Еще Но Это Самое Лучшее Что Это Замечательно Это И Делают Нас Людьми Правда Многих Это Забывая Сожаление Но Начинают Стрелять Другого Резать Другого Я Об этом Часто Пишу К сожалению Приходится Об этом Писать Но Забывать Про то Что Любовь Вот Этот Вирус Который Передается Если Мы Будем Позитивно Смешать Заражать Другого Не Коронавирусом А Любовью Это Будет Здорово Спасибо Еще Меньше Есть Ну Как бы Такое Деление Наверное Все Таки Мужская И Женская Поэзия Можно Это Поэзия Разъединить На Мужскую Женскую И Если Так Чем Отличается Мужская Поэзия От Женская Это Вопрос Кобой Знаете Я Еще Был В Уфе Есть Замечательный Прозаик Очень Сильный Прозаик Светлана Чураева Она Зам Руководителя Зам Благодаря Журнал Известные Близкие Просторы Мы Большие Друзья С ней Я Собственно У нее Дома И Гостил И Я Как-то Читал Очень Интересные Материалы Вот Она Сказала Насчет Как раз Поэтов И Поэтесс Она Сказала Что Среди Мужской 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 Это Ее Слова И Я Слова Очень Сильный Люблю На Безусловно Талант В моем Регионе Есть Удивительная Девочка Ульяна Румянцева Моя Ученица Которая В свои 16 лет В 16 лет Она На 2 уровня Была Сильнее Меня 16 Летним То есть Я помню Себя Очень Хорошо 16 Летним И Это Страшно Это Огромная Ответственность За ребенка Потому Что Я понимаю Что Ребенок Уже Лучше Тебя Очень Многих Литераторов Это Литературной Среди К сожалению Это Очень Горькая Правда Нет Понимания Того Что Нет Ничего Страшного В том Что Признать Что Кто Тебя Лучше Совершенно Ничего Страшного В этом Нет Не Надо С ним Соперничать Не Надо Видеть В нем Какую Угрозу Себе Это Человек Достоин Того Чтобы Помогли Мне В своем Не Помогли Мне Пришлось До Они Занимают Какое Своё Положение Общество И Не Дают Дальше Пробиться Молодым Атором И Вот Сейчас Я Понимаю Что Какой То Маленькое Зернышко Это Я Посадил Землю И Оно Превращается В какой То Цветок И Дай Бог Этот Цветок Расцветет Я Про Когда Ты Находишь Таких Совершенно Никому Не Известных Людей Очень Необычных Людей Которые Тебя Талантливее И Ты Им Помогаешь Ты Чувствуешь Что Ты Живешь Не Зря То Возможно Даже Вот Этот Талант Который Тебе Дали Может Не Очень Большой Даже Он Тебе Дан Для Того Чтобы Ты Познакомился С Этими Людьми И Помог Ты Ты Батолной Чтобы Они Может Даже Трамплин Тебе Воспользовались Хорошем Из этого Слова И Потом Через Много Лет Когда Ты Будешь Умирать И Видеть Как Это Человек Когда Слушает Вся Страна Ты Будешь Умирать С Лукой А Низбой Еще А Я Возвращаюсь К вашему Вопросу Скажу Наверное Что Есть Поэзия Мужская Есть Поэзия Женская Поэзия Надо Надо писать Так Чтобы Была Поэзия Без Помога Понимаете Потому что Чисто Мужская Поэзия Чисто Женская Это Одинаково Плохо На Бока В какой-то Степени Любые Крайности Это Плохо А Есть Просто Поэзия Тахматов И Цютаев Не назовем Что Женская Поэзия Правильно Это Просто Поэзия Надо К этому Стремиться Спасибо Возвращаясь В теме Люби Хочется услышать По одному Стихотворению Из вашего Творчества Что-нибудь Вот Именно Лирика 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 Боже Молик Будет Очень Требуло Сделать Потому что Мы Никому Не Лиром У нас Такие Очень Многие Люби Мы Можем Определиться Для Этого Нужно Этой Стихотворение Иметь Перед собой Помните На самом деле Я уже Прочитал Тащита Бровь Ну Я не знаю Любовь Не в том Наверное Каком-то Смысл Слов Хо-хо-хо Ну Сейчас Что-нибудь Попытаемся Вспомнить Вот Буквально Вчера В Ворон Уже Читалось Тащитворение Одно Наверное В каком-то Смысл Тоже Про Любовь Хотя А кто Его знает Как Вы Его Постребите Еще Листвой Под ноги Моросит В прозрачном Парке Горестном На вид Где Осень До конца Не отзвучала Нелепом радио Поющим На столбе Для шастающих Мимо голубей Не ведающих Горя И печали Здесь По скамейкам Ветер И вода И никого Не заманит Сюда Влюбленные Укрылись По кофейне Прохожие Торопятся В тепло Что ж Нас с тобой Сегодня Привело Сюда На звук Мелодий Осень Саша Женатый Саша Нет Кому Саша Счастливый Желомец Может быть Кому-то Повезел Знаете С творческим Человеком Жить Это страшное Дело Вчера Вдруг Нашло Еще одно Яркое Литературное Событие Презентация Очередного Монаха И празднования Юбилея Писательской Организации У нас Сегодня В зале Председатель Томовской Писательской Организации Юрий Абертович Пещеряков Юрий Абертович Просил Наших Простей Поприветствовать Чтобы Сказать Доброе Я очень Рад Что Нас Такие Гости Приветствую Хочу сказать Что Да нет Мне так удобнее Ближе к народу Да Но я тоже Не люблю Микрофоны По свадим Причинам Потому что Голос искажают Рука занята И прочее Значит Что хочу сказать Мы выпускаем Монаха Два раза в год В этом году Нам повезло Мы выиграли Субсидии Областной Администрации Поэтому Книжечка Получилась Такая солидная Здесь Представлены 29 наших авторов Кто состоял Писательской организации В прошлом году То есть Это как бы Отчет И за 20-й год А с другой стороны Нам 60 исполнилось Так что Все это Как-то совпало Но поскольку Этот номер Юбилейный Он отдан Целиком Нашим писателям А вообще В обычных номерах У нас Много рубрик То есть И есть Одна из рубрик Которая называется Гость-альмонах Поэтому Мы были бы рады Что ваше Сихи Присутствует В нашем Следующем номере Который выйдет В июне То есть Мы уже заранее Все это планируем Он должен быть По-своему Оригинальным Поскольку Наши писатели Отчитались Вот в этом номере Следующий Мы отдаем Новым именам В общем-то Молодым Хотя Ну Вы-то Поэты уже с уровнем Но Здесь вот О молодых Зашел разговор Альмонах Предполагает Конечно Некий Неснижаемый уровень И прежде всего В поэзии Я совершенно С ребятами согласен В том Что Писателем И тем более Поэтом Может стать Только тот человек Кто читает Кто развивается И спорит Читая С другими Авторами Соглашается Или не соглашается Иногда Восхищается Чужой мыслью Хочет копаться И копаться В какой-то теме Разрабатывать ее Кому-то легко Да Дать размышления В виде эссе У кого-то художественный Там роман получится Если там персонажи Между собой Сталкиваются Но поэзия Это что-то емкое Краткое Что-то такое Сущностное Когда вот Ну я вижу Слышал Да Вижу Слышал в зале Очарованные Вот сегодня Гости были стихами Действительно Игорь Прекрасная Глубокая рифа Мне очень нравится Иногда на слух Вот Ну это чисто Мое индивидуальное Мне трудно Воспринимать текст Хочется читать А когда вот это получается Это значит стихи Получились Даже если там Не громко читаются Не актерам Драматическим И так далее Ну и вам Преподносим Подарочек Вот такие наши Экземляры Вот так что Можете с ними Познакомиться Ну и ждем Ваши материалы Для Чудного Спасибо 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 Мы конечно приветственные слова От библиотеки Да? Вадим Спасибо Мы тоже хотим бы От имени всех Сегодня собравшихся В основном Это сотрудники Наших Поборских Пиблиотек Поблагодарить вас За этот визит Поблагодарить Прекрасные стихи Мы люди Те То поколение Которое Рождено В СССР Знаем Что раньше Этот литературный Общероссийский Процесс Он был Намного Громче Ярче Масштабнее Это было принято Ездить в разные Регионы И поэтому Отдельное Вам спасибо За то Что вы Такую Инициативу Проявили И приезжайте К нам в гости И мы Имеем возможность Услышать Голоса Младых Авторов Мы Как библиотекари Тоже делаем Все возможное Для того Чтобы литературный Процесс В нашем регионе Состоялся У нас есть Фестиваль Детского Литературного Творчества Признания В нем Участвуют Дети От 9 до 16 лет И не только Из нашего региона Но и Липецка Курска Белгорода И где-то Около 300 авторов Каждые Вот 3 года У нас Фестиваль прошел И мы Издаем сборник Литературного Признания Вот И Понимаем Что занятия Литературным Творчеством Они как Не раз уже Сегодня повторялось Они способствуют Для того, чтобы Дети любили И знали И читали Литературу Это все Взаимосвязано Поэтому мы Вас Еще раз Благодарим Приглашаем Еще раз К нам В гости Приезжайте Как можно чаще Приезжайте Как можно Большему количеству Литературным 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 Литературным